Какой успех? Успех пошел чуть-чуть продуяяно выиграл. Уже в финале выиграл. Артем знает, что он подпольный работает. Скоро услышишь там где-нибудь за рубежом Артем Ебеков! Есть такое дело, Артем? Не знаю. Не знаю, Арю, это он... Ну что дальше? Фантазии, да, фантазии? Воображение разыгралось. А на самом деле, почему не видно? Мы ждали тебя на чемпионате России и на сборах тебя не было. Ну, на сборах я знаю, что травма была. Болел, Арю. Долго болел. Сильно болел. И коронавирусом заболел. Сейчас только в себя чуть-чуть приходил. Коронавирусом? Внимания была, лечился. Вот недавно только в себя пришел я. Это было как раз во время чемпионата России, получается? Нет, нет. Я на чемпионат России подготовиться не смог из-за травмы другой. А это уже после чемпионата России заболел и вот так. Травмы преследуют. Что поделать? Постоянно травмы. Всю жизнь травмы. Я знаю, что ты тренируешь уже. Довольно давно тренируешь. Года два-три у тебя свои воспитанники есть. Но верить, что ты полностью ушел с ковра не хочется. Нет, нет. Я еще не ушел. Я еще поборюсь. Еще постараюсь сказать свое слово последнее. Может быть не за Россию, может быть за другую страну. Пока не знаю сейчас. Посмотрим. В ближайшее время все ясно будет. Я тренируюсь, стараюсь в форме себя держать. Если получится, получится. У тебя в свое время были предложения из-за заграницы. Не жалеешь, что не воспользовался сейчас с высоты прожитых лет? Сейчас, наверное, неправильно говорить, что жалею или еще что-то. Что произошло, то произошло. И здесь я большой опыт получил. И борцовский путь здесь тоже очень большой, хороший пошел. Неизвестно, что бы сложилось, если бы я перешел. Может было бы лучше, а может было бы хуже. Так что жалеть, наверное, не надо. У тебя всегда была проблема с весом. Потому что ты наобратно 65 вес не набирался. А сейчас как с этим? Вес не набирается? Сейчас, ну вот, на данный момент вообще, на разу месяц вес упал. 61, 62, 63 максимум бывает. Ни туда, ни сюда. Ну, 61, наверное, пока не олимпийский вес. Пока только 61. Я просто почему спрашиваю, если вдруг такая ситуация будет, что ты перейдешь там за другое государство, они будут в первую очередь нацелены, наверное, на олимпийскую категорию? Ну, наверное, да. Не могу сказать точно, буду ли я гонять или буду подниматься. Ну, сложный вопрос. Как я буду себя чувствовать? Если вес будет маленьким, наверное, я буду гонять. Если будет сложно, наверное, я не буду. Как получится? По ситуации только можно судить. Как твои тренерские успехи? Скажи, есть ли у тебя ребята, которые выиграли Дагестан, СКФО или Россию, может быть, уже кто-то выиграл? У меня, ну, все хорошо. Один мальчик выиграл чемпионат Дагестана. Сейчас на первенстве России по младшим юношим занял третье место. И сейчас, может быть, будет отбираться на Европу. Мне главный тренер сказал, что ему перекидку хотят дать на Европу. Так что все нормально. Уже успех есть. Тренерская работа тебе по душе. И уже не за горами, наверное, завершения карьеры. Наверное, подумываешь, чем будешь заниматься. Ну, наверное, когда бы не завершил карьеру, конечно, хочется то, чему ты учился всю свою жизнь, поделиться с теми, кто меньше. Может быть, конечно, хотелось бы не просто маленьких детей тренировать. Может быть, если получится, в сборную команду или нашу, или российскую. Не знаю. Не знаю, как получится, конечно. Был бы рад, конечно, если получится. Поделиться своим опытом. Да, конечно. Сколько на ковре уже получается? На ковре? Ну, уже 20-21 год уже на ковре. Тут ты довольно неплохо пишешь. Может, не все с этим знакомы. Но кто подписан на твой Facebook, Instagram, они знают, что ты неплохо пишешь. Никогда не было мысли заняться спортивной журналисткой, а именно писать о борьбе? Все-таки ты ее глубоко знаешь? Да, я не знаю, как сказать. Таких мыслей не было, конечно. Это просто порыв души моей мысли. То, что иногда накатывает. Так, коротко об этом пишу. Бывает, что-то пишу, что-то не пишу. А так, это чисто так. Баловство, что ли. Ну, так. Кому-то интересно, кому-то нет. Иногда делюсь своими мыслями и все. Мы надеемся, что мы когда-нибудь прочитаем книгу Артема Гибекова. Ну, не знаю, как она будет называться. Азбука борьбы. Азбука борьбы, да. Сейчас я думаю только о том, чтобы... Ну, сейчас месяц Рамадан. Сейчас тренировки детей, свои тренировки, семья, дом, Муроза. Все нормально, все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Азбука борьбы. Субтитры создавал DimaTorzok